Здравствуйте! Вы нам звонили в студию. Что произошло? Что случилось? Залез кот. Куда залез? На дерево. И сам никак не слезает. Оттуда я всех прошу, никто не лезет. А вы хозяйка кота? Да. Давно сидит? Три дня уже. Три дня и три ночи. Ночью не сплю, плачу. Теперь вряд ли мы выясним, по какой причине взбрело в голову коту Снежку забраться на дерево. Три дня и три ночи вплоть до нашего приезда, вцепившись в сухую ветку огромного дерева, орал кот Снежок страшным и нечеловеческим голосом, не давая уснуть при этом измученном соседе. Как ни звала его хозяйка, как ни умоляла, Снежок только плакал и забирался все выше и выше. Кот Снежок появился у Раисы Яковлевны два месяца назад. Невезучего Снежка сбила машина, и он с переломанной лапой, весь окровавленный, уже ни на что не надеясь, плакал прямо под окном доброй женщины. Я просто пожалела, ночью он орал, пошла ночью, час или два, дела его принесла. Заживет ранка, отпущу кота, подумала спасительница несчастного животного, поскольку содержать его на свою мизерную пенсию Раиса Яковлевна не в состоянии. Но за два месяца пожилая женщина привыкла к необычной находке и стала считать Снежка членом своей семьи. Так они и зажили. Снежок оказался домашним и очень ласковым, гулять не выходил, но однажды попросился и не вернулся. Что с ним произошло, вы уже знаете. Сегодня я ходила в пожарные утром, и там говорят, что бабуль, мы таким делами не занимаемся, кошек не снимаем, и вы вообще не расходитесь с нами, если мы поедем. И они меня послали в электросеть, и там тоже меня отказали. Плакал-плакал перед ними. Совсем отчаявшись, Раиса Яковлевна позвонила к нам в студию. У вас есть телефон в квартире? Есть. Давайте позвоним кому-нибудь, может кто-то поможет. Кому позвоните? К пожарным. О, я сегодня говорю, ходила к ним. Как ты попробовала? Ходила, нет. Но мы не поверили такому безразличию и отправились все-таки попытать счастье. Куда только мы не звонили, как только не уговаривали. Пожарные наотрез отказались приехать. Дескать, машина у них большая, не сможет развернуться у дома. А как же, простите, тогда они будут спасать людей, случись, не дай бог, пожар. Да и вообще, пожарные каких-то котов не спасают, ответили нам. В милиции объяснили, что могут только пристрелить кота. В ПТО городского хозяйства рабочий день заканчивается в 17 часов, а на тот момент было уже 17.15. Так что просили подождать до утра. После стольких отказов мы тоже было отчаялись. Люди добрые, ну что же у нас творится? Если мы не сможем помочь нашим братьям меньшим, то что говорить о милосердии к людям? Тут на наше счастье появился таинственный незнакомец. Добрый человек, инспектор ГИБДД. И хотя по роду службы он не имел к этому происшествию никакого отношения, вызвался нам помочь. Наш путь лежал в электросеть. Кабельное телевидение приехало. Помощь, помощь просят очень сильную. Значит, и все жильцы, улица заводская, да. Кошка сидит на дереве. Мы начали вышли, она там истерапала. Я сам лично снимать буду, если вы ее кто-то предоставите, мне вышли. Лед тронулся. Диспетчер проникся, и машина была выделена. Отважный инспектор, докурив сигарету и одев перчатки, полез в люльку, чтобы, наконец, освободить из плена белого снежка. Трещали и ломались сучи. Мы с затаенным дыханием следили за происходящим. Собравшиеся зеваки пытались давать советы. Одни говорили, что его надо брать за холку, другие за лапы, чтобы кот не поцарапал. А кот в это время в испуге орал. И вот, наконец, свершилось чудо. Кот освобожден. Счастливая хозяйка получает свое сокровище. Ура героям! Как зовут этого таинственного инспектора ГАИ? Тагир. Спасибо большое вам, Тагир. Единственное, что мне хочется спросить, что вас сподвигнуло на этот поступок? Все отказывались? Ну, во-первых, животные, да тем более такая красивая кошка, она всегда симпатизирует. И животных надо любить, надо им помогать всегда. Правду говорят, мир не без добрых людей. Теперь это знает и наш Снежок, который до конца жизни будет вспоминать эти страшные три дня. На этом мы и заканчиваем. Сказ про то, как кот Снежок не смог спуститься с дерева, на которое сам же и влез. Как не спали по этой причине три ночи подряд жители дома номер 22 по улице Савацкая. И как простой парень из ГАИ совершил большой поступок. Редактор субтитров А.Семкин